Добрый вечер, Никита Юрьевич. Если бы это совещание состоялось месяца 4 назад, у меня бы, наверное, был очень глобальный вопрос. Меня зовут Халтурина Наталья Витальевна, я мама малыша двухлетнего. Но на сегодняшний день я хотела бы выразить признательность правительству Кировской области и администрации Белхоминского района за то, что все-таки садик на Богородском у нас был введен в эксплуатацию, практически своевременно открылся. И вот я смогла получить место неожиданно для себя в более ранние сроки, чем планировалось. Я не для вас, а у вас это было запланировано. Нет, неожиданно для себя в сроки. То есть я планировала, что я более пользуюсь в сроки получила. Мы в опросе демократии занимаемся более плотно, чем район. То есть мы, собственно говоря, знали, что вашему ребенку потребуется... Да, большое спасибо. Побольше таких проектов. Хорошо, спасибо. Так, коллеги, есть ли еще вопросы? Есть. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемый Гитлер Юрьевич, здравствуйте, уважаемые присутствующие. Хотел бы представиться замдиректора севера Донстроя по лесному хозяйству. Дорогий, Екатерий Александрович, уважаемый Никита Юрьевич, уважаемые члены правительства Кировской области, уважаемый Владимир Матвеевич. Нам хотелось бы выразить благодарность от лица руководства, от лица работников севера Донстроя, приоритетного и сезонного проекта, за поддержку. Небольшую справочку разрешите, я не буду. На сегодняшний день на предприятии работа 173 человека, и средняя заработная плата 15 тысяч рублей. В 2013 году за первое полугодие налоговое отчислено, налоговое поступление порядка 11 миллионов рублей было зачислено. На площади наших лесных арендных участков, это порядка 117 тысяч гектаров, заветировано только один пожар. 0,003 тысяч гектара, товарищи на столке, имеете в горе. И как депутат Белокомоинской районной думы по Троицкому сельскому округу, хотел бы выразить благодарность всем людям, которые помогали и присчастливы с проектом «Северный строй». Спасибо. Пулей Белокомоинская надежда, работа, стабильность, особенно в поселке Луговка. Там на данный момент разустроено 27 человек. Выкуплена база Луговского должного комбината, которое там было все раздавлено. Люди работают, люди наконец-то поверили, у них как-то присветило, даже молодежь стала возвращаться. Положительная динамика, в том числе и в географическом плане. Спасибо большое. На самом деле, спасибо вам. И очень бы хотелось, чтобы ваш проект развивался. Если требуется еще какая-то помощь, поддержка, давайте отдельно будем. Мы будем стараться сели сегодня. Хорошо. Можно еще вопрос? Да, пожалуйста. Спасибо. Благодарить не буду, у меня вопрос. Анфеатов Иван Анатольевич, всесвятское сельское поселение, депутат по этому округу. Побоюсь быть некомпетентным, потому что вопрос к экономическим структурам, вернее, даже к бизнесу. Но, тем не менее, точки соприкосновения, я думаю, что у областной власти есть. В последний год наблюдается очень четкая тенденция ухода Сбербанка от населения. То есть он уходит из маленьких сел, сокращается даже в районных центрах. Иван Анатольевич, я сейчас еще раз перебью, дело в том, что в курсе этой проблемы есть у нас две больные темы. Это Сбербанк и Почта. Почта работает более эффективно. Они альтернативу нашли. Нет, нет, просто поймите, поскольку мы в районах регулярно встречи проводим, вот у нас постоянный вопрос Сбербанк и Почта. И более того, мы, когда проводили совещание с главами, мы специально приглашали руководство Сбербанка, мы договаривались, что руководство районов по тем проблемным, то есть понятно, что есть территории, где ушел Сбербанк, где не ушел, то есть там особо не заметно, где есть конкуренция, где есть другие услуги. Есть очевидные точки, где уход Сбербанка очень болезнен, так же, как и уход Почта воспринимается. Мы договаривались о том, что руководство районов должно встретиться с руководством Сбербанка и вот по своим проблемным точкам такие проговоры провести. То есть если будут найдены точки соприкосновения, то есть мы обсуждали варианты, что может быть, понятно, Сбербанк ходит из экономических причин, то есть у них такого рода отделение является убыточным. Поэтому мы говорили, что посмотреть вариант, может быть, есть какое-то муниципальное помещение, которое можно отдать в бесплатную аренду, чтобы снизить затраты Сбербанка, да, то есть или какие-то иные там варианты. Вот, насколько я понимаю, таких встреч не проводили, Кавер Матвич, нет, по району? Вот я тогда попрошу, я сейчас на ваш вопрос по конкретному отделению ответа не дам, так? То есть мы этот вопрос действительно проговаривали. Общая проблема для области, ее надо везде решать, не только у нас. Ее надо решать, но надо понимать, что мы не можем сказать Сбербанку, нет, давайте держите, значит, места там, где вам невыгодно, так? То есть, значит, и, собственно, значит, там, работайте в убыток. Точно так же, как по Почте России. У нас же по Почте России там доходило до, ну, вообще-то, они были бы смешными, если бы не были грустными ситуациями, когда Почте России сказали, значит, вот, находитесь на своих местах, зарабатывайте, как хотите, и у нас в какой-то момент Почта России, там, на секундочку, стала крупнейшим продавцом алкогольных достоин. Так, потому что, потом, когда, значит, мы уже взвыли и говорили, вы что делаете? Нет, ну, вы нам же сказали, зарабатывайте, как можете, да? То есть, ну, мы зарабатываем, как можно. Ну, еще, я говорю, хорошо, что там проституцией там не занимались, как бы, значит, и наркотиками не торговали, и там, и на этом спасибо. Но вот тут просто тоже, как бы, надо понимать, что мы не можем сказать, работайте, значит, там, фиксируйте убытки, там, значит, и делайте, если нет соответствующего объема. Поэтому здесь задача в любом случае совместной работы. Еще раз говорю, где-то, может быть, действительно, там, муниципалитету пойти на то, чтобы какие-то издержки взять на себя, если работа этого, значит, отделения Сбербанка или Почта, действительно, там, важна с точки зрения, там, развития территории. По каким-то вопросам, может быть, там, действительно, находить там новые формы, там, дистанционного, автоматического, там, мобильного обслуживания. То есть, ну, эти вопросы, еще раз, мы просили, чтобы главы районов, я попрошу тогда протоколе отфиксировать, чтобы, там, у Леона Отвеч, при необходимости мы готовы подключиться, такую встречу провели с руководством Сбербанка по каждому из адресов. А вот ими речь. Держите на контроле. Да. Дом творчества Белоховутинский. У нашего дома творчества большая история и хорошие успехи. Мы много работаем с детьми, но вот последние 20 лет у нас по существу финансирования дома творчества никакого. Вы муниципального творчества. Муниципального, да. Поэтому мы вас просим о конкретной помощи нашему дому творчеству. Конкретная помощь. В виде ходатайства. То есть, не то, чтобы учебное творчество выступили с творческими номинами, да? Нет, конечно, конечно нет. Ну, хорошо. Давайте письмо, конечно, возьмем, но понятно, что, в общем, у нас существует достаточно большая сеть областных учреждений, да, у нас областные музеи, краеведческие, художественные, там, палеонтологические, да, областные библиотеки, областные, значит, другие, как бы, учреждения, там, дом народного творчества и прочее, которые мы финансируем на наши областные учреждения культуры. То есть, если мы сейчас начнем еще, как бы, муниципальные финансировать, тогда это можно будет поставить, вообще, крест, мы им на бюджете. Просто по помощи, по СМИ, нашу просьбу можно передать куратору по нашей области. Хорошо, коллеги, тогда вот, значит, еще раз, все договоренности, которые мы сейчас достигли, фиксируем в протоколе, значит, в течение ближайших двух-трех дней протокол подписываем, он у вас будет, у нас все вопросы, которые сегодня прозвучали, должны найти свое отражение в конкретной работе. Договорились? Спасибо за работу. Спасибо.